Ох! Белорусская сказка! Жила на свете старенькая старушка, и был у нее один единственный сын. В бедности жили они, и пришлось матери отдать своего сына в работники к богатому мужику. Живет парень у мужика год, живет другой, и не в моготу ему стало. Да ведь это не диво, богатый бедного не приласкает. Приходит парень к матушке, горько так плачется. Матушка моя кормилица, жил я у хозяина один год, ничего, жил другой, так себе. А третий год сил нет терпеть, до того плохо. А мать ему и говорит, не плачь, сынок, найду я тебе место хорошее и работу легкую. И пошла она, а куда идет сама не знает. Шла, шла, одну дорогу прошла, другую, третью, и совсем уморилась. Села среди поля на холмике, и тяжело так вздохнула. Ох, жизнь моя горькая! А ох, тут как тут! Ты что это? Старушка, меня зовешь. А ты кто такой? Она спрашивает. А я и есть, ох! Говори, что тебе надо, все сделаю. Мне много не надо, отвечает старушка. Дал бы ты моему сыну работу легкую, место хорошее. Век тебя добром поминать буду. Что ж, это можно, говорит ох. Приводи сына, я его к себе возьму. Пришла старушка домой и говорит. Ну, сын мой, идем, нашла я тебе хорошее место и работу легкую. Вот и пошли они. Шли, шли, наконец, дошли до того самого места, где холмик был. Присела старушка и говорит. Ох, чует мое сердце недоброе. А ох, уж тут как тут! Здравствуй, милая старушка! Привела сына? Привела. Да ты смотри, его не обижай. Что ты, что ты, я и пальцем его не трону, говорит ох. А надолго ли сына мне отдаешь? Старушка и рада бы совсем не отдавать, да поздно. Что сделала, того уж не воротишь. Ну, я его на три года беру, ох, говорит. И не успела она охнуть, ни сына, ни оха, как не бывало. Заплакала бедная старушка и побрела к себе домой. Ведь бывало, одну недельку сына не видит, и то уже хворая делается. А тут три года. Вот живет она одна денешенька в своем домике. И год, и два, и три. Наконец настал тот день, когда можно ей идти за сыном. Собралась старушка и пошла. Весело так идет. Прошла одну дорогу, вторую, третью. Приходит на то место, где простилась с сыном. Села на холмик и говорит. Ох, дождалась я хорошего дня. А ох, тут как тут. Что старушка? Верно, за сыном пришла. Да, мой голубчик, твоя правда за сыном пришла. Ну, подожди немного, этот ох, говорит. Сейчас приведу его к тебе. И вдруг гонит к ней двенадцать жеребцов. Жеребцы отборные, рост в рост, хвост в хвост, глаз в глаз. И глядят как раз. Ну-ка, говорит, признавай, который твой сын. А старушка и говорит. Ох ты мой голубчик. Да разве я тебе такого сына отдавала? Отдавала я тебе молодца. А ты мне даешь жеребца. Тут погнал ох назад всех жеребцов. А есть говорит. Ну, раз не узнала своего сына, так и не получишь его. Ступай домой. Приходи завтра опять. Заплакала старушка и пошла домой. Идет бедная и дороги перед собой не видит. На другой день опять собралась старушка на то самое место. Прошла одну дорогу, и вторую, и третью. Села на тот самый холмик и говорит. Ох, горе мое горькое. Не видать мне верно моего сыночка. А ох, тут как тут. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, здравствуй, миленький. Что, верно, за сыном пришла? За сыном, за сыном, миленький. Погоди, сейчас я его приведу. Минуты не прошло. Прилетели двенадцать голубей. Клюв в клюв, глаз в глаз, ножка в ножку. И воркуют понемножку. Ну, бабушка, говорит, ох, узнавай, который твой сын. А она и говорит. Ох, беда ты моя. Зачем мне твои птицы? Я ведь тебе отдавала молодца. А ты мне даешь голубца. Ну, раз не узнала своего сына, так и не получишь его. Говорит, ох, и махнул голубям, чтобы летели назад. А ты, бабушка, завтра приходи. Ежели в третий раз не признаешь своего сына, останется он у меня навеки вечные. Было у старухи горе горькое, а теперь еще горше стало. Идет она домой и в голос плачет. Что же делать мне? Как мне сына узнать? Вот дождалась она завтрашнего дня и опять в путь отправилась. Прошла одну дорогу, прошла другую, к третий подходит. Тут встречается ей старенький старичок. Здравствуй, бабушка, говорит старичок. Здравствуй, старичок почтенный. Куда идешь, бабушка? А иду я, старичок мой почтенный, сама не знаю куда. Отдала я своего сынка на легкий заработок. А теперь ума не приложу, как выручить его. Два раза уже ходила, а без сына вернулась. Первый раз выбежали ко мне жеребцы, второй раз вылетели голубцы. Да что мне в них? А сына я так и не видела. Старичок ей говорит. Да ты теперь его не увидишь. Ах, старичок почтенный, плачет старушка. Не научишь ли, как его узнать? Ладно уж, отвечает старичок, научу. Как придешь на место, выйдут к тебе двенадцать молодцев. Волос в волос, голос в голос, глаз в глаз и глядят как раз. Только одиннадцать молодцев с песнями выйдут, прямо в глаза тебе смотреть будут. А двенадцатый в землю потупится, на тебя даже не взглянет. Ты на него и показывай, это и есть твой сын. Поблагодарила старушка-старичка и пошла дальше. Пришла она на то самое место, где с сыном простилась. Села на холмик и залилась горькими слезами. Ох, плачет, где сыночек мой? Увижу ли я еще когда-нибудь его? Не успела сказать, а ох, тут как тут. Здравствуй, бабушка. А та за слезами слова молвить не может. Что, верно, за сыном пришла? Спрашивает ох. Она только головой кивает. Ну, подожди, говорит ох, сейчас он к тебе выйдет. Привел он двенадцать молодцев и говорит. Ну, бабушка, выбирай, который твой сын? Смотрела она, смотрела, а молодцы все на одно лицо. Волос в волос, голос в голос, глаз в глаз и глядят как раз. Только одиннадцать молодцев глядят весело, а двенадцатый насупился, нахмурился, в землю уставился. А вот он, мой сын, говорит старушка. И на него показывает. Девица ох. Да почем же ты знаешь, что это твой сын? Как же не знать? Голубчик ты мой, говорит старушка, ведь кровь-то своя. Ну, что поделаешь, говорит ох. Бери раз угадала. Это твой сын. Рада старушка. Ну, прямо сказать нельзя как. Пришли они домой, а в доме хлебной крошки-то и нет. Нечем старушке угостить сына. Видно, придется с голоду пропадать, плачет старушка. Погоди, матушка, говорит сын. Все у нас будет, что надобно. Не зря же я три года уму-разуму набирался. Сейчас обернусь я конем, а ты веди меня в город и продавай за хорошую цену. Только смотри, не забудь уздечку с меня снять. Уздечку никому не отдавай, а то меня и отдашь. Тут вынул он какое-то зелье. Сперва понюхал, потом вокруг себя побрызгал и в раз обернулся конем. Да каким конем? Такого еще на свете не бывало. Да никогда и не будет. Ноги у коня точеные, копыта золоченые, сбруя серебряная, уздечка шелковая. Привела его старушка в город на базар, а он копытом как топнет, как заржет. Весь город всполошился. Сбежались отовсюду и купцы, и господа, и генералы, и мастеровые. Все конем любуются, налюбоваться не могут. Что, бабушка, продаешь лошадь или купила? Спрашивают. Да продаю, извольте купить. Вдруг? Откуда ни возьмись, какой-то бородатый дядька подходит и говорит. Продай, бабушка, мне этого коня, а купи, что возьмешь? Давай пять тысяч, только уговор, уздечка, чтоб мне осталось. Да полно, бабушка, говорит бородач. Ну что тебе в этой уздечке? К чему она тебе без коня? Торговался, торговался и выторговал себе уздечку. Выложил деньги, взял коня под узцы и пошел. А старуха домой пошла. И взяла ее по дороге раздумье. Что же это я наделала? Сама себе говорит. Ведь приказывал мне сын с уздечкой не продавать, а я дурная, хоть и знала, а уздечку отдала. Тут и догадалась она. Не иначе думает, как это самый ох, и купил у меня коня. Опять сына у меня взял. И заплакала она горькими слезами. Вот подходит она к деревне, видит возле трактира конь стоит, к крыльцу привязанный. И уж так узда на нем подтянута, что не может он, бедный, и на месте стоять. Так и танцует вокруг столба. А конь, как увидел старушку, заговорил вдруг человеческим голосом. Матушка моя милая, подойди ко мне поближе, скинь уздечку, отпусти меня на волю. Испугалась старушка. Никогда она не слышала, чтобы конь человеческим голосом разговаривал. Да ты кто такой, говорит старушка, боюсь я тебя. А он в ответ, матушка, ведь я твой сын, ведь это ты меня на базар продавать водила. Тут признала она его и горько заплакала. Виновата я перед тобой, не послушалась твоих слов. Потом сняла она с бедняги уздечку и отпустила на волю. Вдруг выскочил на крыльцо сам ох, а коня уже и не видать, и не слыхать. Бросился ох за ним вдогонку. Прикинулся волком, по следу коня идет. Вот-вот догонит, да не догнал. Конь охотником обернулся. Схватил охотник дубину и на волка пошел. Вот-вот изловит, да не изловил. Волк огнем обернулся. Жжет охотника со всех сторон, окружает, уйти не дает. Волк огнем, а охотник водой прикинулся. Заливает вода огонь, тушит его, к земле прибивает. Да не сбил до конца огонь, щукой обернулся. Бьет щука по воде хвостом. Хочет разметать, разбрызгать воду. А брызги колючими ершами обернулись, снова в воду упали. Гоняется щука за ершами, а те только смеются. Как щука не быстра, а не возьмешь ерша с хвоста. Тут скинулась щука мелким камнем. Сколько было у нее чешуек, столько и каменьев стало. Перебили те каменья всех ершей, всех да не совсем, один жив остался. А этот один обернулся петухом и давай камешки клювом дробить. Все как есть раздробил, все да не совсем, один цел остался. А этот один обернулся ястребом и на петуха. Да петух уже не петух, могучий орел в небе парит. Как ударил орел ястреба, тут ему и конец пришел. На клочки разорвал его орел, все косточки ему переломал. А потом обернулся парнем и пошел домой к своей матушке. И стали они жить-поживать, добра наживать. Вот и сказка вся. Дальше плесть нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok